Game Awards утечки GTA 6 и переключатель режимов производительности в Switch 2. Айо, с вами Трэнди и это еженедельные новости каждое воскресенье в 11.00 по Москве у меня на канале. И давайте сразу к делу. Про лайки и подписки только не забывайте. Microsoft тут у нас уже без всякого стеснения отказывается от Xbox как от коробки. Они запустили крупную рекламную кампанию по поводу того, что Xbox это вообще все что угодно. Слоган максимально простой это Xbox. И в рекламе показываются всякие изображения на которых можно играть в игры с Xbox. Идея которую пытается донести Microsoft и которая соответствует ее предыдущим рекламным кампаниям заключается в том, что Xbox в наши дни в меньшей степени относится к консолям, а в большей степени к возможности играть на любом устройстве, способном запускать игры. А ловко ты это придумал. Я даже вначале не понял. Молодец. Как бы понятное дело, что у многих фанатов от такой рекламы подгорело, но у Microsoft уже давно меняется вектор направления движения, так что они теперь просто сосредоточатся на еще большем развитии всех других сервисов. Но думаю, что от консолей они отказываться не будут, потому что это в любом случае самый дешевый способ поиграть в самые современные игры. И свою платформу в любом случае, хоть в каком-то виде, нужно иметь. А еще Фил Спенсер напрямую ответил по поводу портативного Xbox от самой Microsoft. И он сказал, что если они все-таки решат выпускать портативку, то для ее разработки им потребуется много времени. Так что из этого можно сделать вывод, что инсайдеры, которые нам говорили, что портативный Xbox должен выйти в конце этого года, там или в следующем году, полные врунишки. И все-таки портативный Xbox раньше следующего поколения нам, наверное, ждать не стоит. Также у Microsoft на этой неделе состоялся релиз игры с непонятным правовым статусом в Российской Федерации, так что вообще непонятно, можно о ней рассказывать или нет. Ну и если я название не буду называть, наверное, никто и не догадается, что это за игра. Ну короче, все как и ожидалось, на 10.60 вы в игру вряд ли с удовольствием поиграете, плюс в игре на всех платформах присутствуют баги, лаги и тому подобное. Для комфортной игры на ПК нужно нормальное железо, ну а так в целом, в принципе, в игру играть можно. Но, наверное, не в России, тут пойди разберись. Понятное дело, что чем дольше игру будут проходить, тем больше косяков будет находиться, но, блин, это как бы игра, все равно предназначенная под всяких модеров и тому подобное, и я думаю, что со временем, через полгодика-годик игру допилят, и вот тогда уже со спокойной душой можно будет отправляться. Сейчас же, типа, торопиться особого смысла нет. Но, тем не менее, несмотря на все огрехи, игра быстро за сутки продалась тиражом более миллиона штук именно в продаж, и опять же, то, что игра присутствует в геймпассе, ей не помешало так хорошо продаваться. Ну и в Стиме у нее на момент записи 22,5 тысячи отзывов, и они в основном положительные. Я же, в свою очередь, узнал у соседа друга моего троюродного дяди, как игра себя чувствует у него на ПК с 4070 Ti, и он сказал, что лаги-баги присутствуют, фризы тоже наблюдаются, но, тем не менее, атмосфера делает свое дело, и в игру играть приятно. Ну а если прям сильно хочется играть и не хочется отвлекаться, то даже на портативке ROG LIX она тоже запускается, правда, там чуть больше 30 кадров при включенной генерации кадров. Хотя я в то же время видел тесты из интернета, что если накатить густ винду, то есть самую-самую облегченную, то можно добиться и 60 кадров. Но мне все-таки кажется, если у вас не прямо жгучее желание побыстрее поиграть в игру, лучше все-таки полгодика подождать, когда и дооптимизируют, и баги немножечко пофиксят, и модов накидают, и вот тогда реально можно будет поиграть. Сейчас же это в большей степени все-таки заготовка под игру, а не готовый продукт. А еще, если вы все эти годы не торопились поиграть в GTA 5 или в Dying Light 2, то теперь у вас есть отличная возможность сделать это по подписочке PS+. Игры добавили в тариф премиум и экстра. Помимо этого, там еще Like a Dragon завезли и Sims 4. Ну а из интересного еще можно, наверное, Overcooked отметить. Видимо, на фоне крутых релизов на Xbox и таких неплохих релизов на Nintendo Switch, Sony все-таки посчитали, что надо хоть как-то реабилитироваться и добавлять более-менее популярные игры в PS+. Ну а если у вас все еще нету подписочки, можете ее оформить либо в Польше, где больше игр с русской озвучкой, либо в Индии, где супер низкие цены. И те, и те коды пополнения баланса есть у меня в магазине Trendy Shop. Ссылка, конечно, в описании. Ну а если вы вообще все эти годы где-то в вакууме обитали и до сих пор не пробовали Half-Life 2, то я думаю, что эта неделя для вас была удачная, потому что в начале недели Half-Life 2 вообще бесплатно раздавали, потом его по скидке 90% отдавали. Сейчас в воскресенье не знаю, какая на него цена, но может быть тоже со скидкой. Но в любом случае можно взять, и даже если уже скидка совсем закончилась, там игра копейки какие-то стоит, потому что они там выкатили еще и большое обновление в честь 20-летия, и так что если вы в детстве даже играли в какую-то бесплатную версию, то можно вспомнить, что там было, и плюс еще в улучшенном качестве. А в 2025 году вообще обещают выпустить RTX мод на Half-Life 2, и там будет вообще супер-пупер красота. Там благодаря такой щедрости Half-Life 2 установил рекорд по онлайну в Стиме за всю историю его существования. Half-Life 2, я имею ввиду, не Стима. Ну и по поводу RTX, честно скажу, я играл в версию портала с RTX, и меня что-то не очень сильно впечатлило, но технология не стоит на месте, плюс там всякие DLSS усовершенствованные, поэтому должно быть побольше FPS, плюс тут игра подинамичнее, освещение как-то побольше сделано, так что можно будет посмотреть, что получится. Может быть реально кайфушечка, а может быть просто очередная демонстрация технологий. Посмотрим. А вот на что еще очень сильно интересно будет посмотреть, так это на Инзои. Это типа аналог Симса, только с супер-пупер реалистичной навороченной графикой. Игра уже разрабатывается миллиард миллионов лет, когда выйдет пока что непонятно, но в сеть выложили 30 минут геймплея, и там можно более-менее понять, что из себя представляет игра. Насколько я понял, вы там можете управлять персонажем как в Симсе, просто тыкая куда ему идти, а можете бегать как в какой-нибудь РПГшке. Плюс к этому там есть полноценные развлечения, типа американских горок, там всяких аттракционов и тому подобное. Можно полноценно заходить в кафешку, смотреть что там да как, на касте заказывать себе заказы. Плюс к этому строительство домов, обустройство комнаты и тому подобное выглядит просто шикарнейшим образом. Ну а про редактор персонажа я вообще молчу, там отвал башки. Короче, из минусов у игры я вижу только потенциально высокие системные требования, а в остальном это ну на голову, на две головы выше чем Симс. Только вот фишка Симса в том, что ты можешь в него поиграть вообще на чем угодно, хоть на своем тостере, а вот тут конечно нужно будет собирать ПК, из-за чего наверное популярность у игры будет не очень высокая, но блин, это намного круче, как мне кажется, чем Симс. Не знаю, когда выйдет, посмотрим. А вот что уже все посмотрели и сделали выводы, так это Лего Хорайзен. На Плейстейшн игру я не пробовал, но попробовал на Стим Деке и на Нинтендо Свитч. 60 баксов игра стоит, это конечно перебор, но тем не менее. Так вот, меня очень сильно удивило то, что на Стим Деке и на Нинтендо Свитч в плане графики игра выглядит абсолютно одинаково. Чтобы у вас на Стим Деке игра не тормозила, вам надо выставлять реально такую же графику, как на Нинтендо Свитч. Так что на Стим Деке я не стал продолжать играть, и буду играть потихонечку на Нинтендо Свитч. Как бы к игре у людей много претензий, и то, что она короткая, и то, что она дорогая, и то, что системные требования у нее высокие, и так далее, и тому подобное. У меня же главная претензия к игре, что это как бы с одной стороны Лего игра, и это должно быть весело, увлекательно, и так далее. Но блин, этот шлейф, ну дядины Хорайзена, даже и сюда проник. Да, и разработчики, и сценаристы пытались обыгрывать то, что игра скучная, однообразная и слишком напыщенная. Но блин, когда у тебя в том числе и Лего игра из-за этого получается немножечко скучновато, это такое, блин, ну грустно, конечно. Поэтому шестичасовую игру я до сих пор не прошел. Да, меня хватает не на 15 минут, как в Хорайзе необычном, а где-то минут на 40, но тем не менее, и так я ее все еще и не осилил. Но вот какой момент я упустил из виду, и он меня порадовал, что игра полностью переведена на русский язык, в том числе и озвучкой, при том качественная озвучка, я уже давно такого не видел в играх, типа за последнее время в скольких играх была полноценная русская озвучка. В этом плане кайф, но блин, типа 60 баксов за игру я бы не платил, подождал бы скидки, тем более это все равно игра от Лего, на Лего игры на Нинтендо Свитч часто скидки, так что типа баксов за 30, покупайте и не паритесь, вот реально 30 баксов игра стоит, 60, ну не знаю. Ну и раз уж заговорили о 30 баксах, на Нинтендо Свитч вышел в том числе и Стрей. Отзывы у порта в основном положительные, правда присутствуют болячки Unreal Engine, типа периодические статеры, подтормаживание, но игра не мега динамичная, так что, как говорят, играть это не мешает. Я вот представляете, уже забыл, прошел ли я эту игру по PS Plus, или так и не прошел, но вроде типа было неплохо, не сказать, что прям вау, офигенно круто, но такая медитативненькая, атмосферненькая поигрулька, так что типа за 30 баксов, почему бы и нет. Ну а чтобы играть во все эти поигрульки, понятное дело, что вам нужен Нинтендо Свитч, и я тут обзавелся очередной коробкой. И кто постоянно смотрит новости, уже наверное догадались, что приехала она мне из Top Gun Plus. Теперь я хотя бы вам могу показать, как приезжают товары, там помимо самой консольки, положили еще очень много ништяков, даже комикс положили. А еще сертификат на 2 часа в Top Racing. И с помощью системы лояльности барбершопов Top Gun, вот эта лимиточка со всеми ништяками, обходится всего лишь 18 тысяч рублей. Ну или PlayStation 5 можно взять за 26800, или что-нибудь из техники Apple прикупить. Короче, так же как вы знаете, у меня этих консолек прут пруди. И поэтому я решил разыграть этот Нинтендо Свитч среди подписчиков, которые пользуются Top Gun Plus. Участвуют все, кто переходил до этого регистрировался, и кто с этого момента будет переходить регистрироваться. Главное оформить любую подписочку Top Gun Plus, хоть самую минимальную, но на самом деле максимальная подписка окупается с помощью одного похода в Top Gun. Но на этом еще не все. Вот вы регистрируетесь по моей ссылочке, оформляете любую подписочку, и вам сходу прилетают 5000 бонусных рублей, которые тут же можно потратить на что угодно в Top Gun Plus. Но лучше, наверное, все-таки подкопить, чтобы скидочка была побольше. Ну а я с помощью ваших регистраций накоплю на что-нибудь посолиднее из NVIDIA или Eldorado. Да, в Top Gun можно просто заказать какой-нибудь товар, на который вы хотите накопить. Ну и потом на этом товаре с помощью бонусных рублей вы также сможете сэкономить до 60%. Короче, кайф. Ну а ссылка на регистрацию в описании. Еще на этой неделе объявили номинантов премии The Game Awards, и Nintendo получила аж 6 номинаций. Правда, в гонке за игру года Nintendo не участвует. Но зато Super Mario Party Jambori борется за награду лучший мультиплеер и лучшая семейная игра, а The Legend of Zelda A Hoist of Wisdom за лучший экшен и лучшая семейная игра. Princess Peach также вошла в шорт-лист номинации лучшая семейная игра, а Metroid Prime 4 претендент на самую ожидаемую игру. А вот за звание лучшей игры года подборятся Astro Bot, Balatra, Black Miss Wukong, Elden Ring дополнение, Final Fantasy 7 Rebirth и какая-то метафора что-то там. И в этом году набор прям максимально скудненький, неужели настолько не было игр? Чудо я даже не припомню. Понятное дело, что Black Miss Wukong, насколько классный он бы не был, он вряд ли возьмет игру года, потому что там хейтеров в этих западных интернетах, у игры слишком много. Но тем не менее, The Game Awards берет деньги от китайцев, значит, ну типа в любом случае нужно было заявить, наверное, игру. А дополнение разрешили добавлять в эту номинацию, скорее всего, чтобы Elden Ringу все-таки отдать эту статуэтку, потому что, ну, остальное это как бы, ну, супер сомнительно. Да, Astro Bot неплохая игра. Я прохожу потихонечку, помаленечку, но явно типа не игра года. Это будет странно, если такого уровня игра займет игру года. Типа видно, что разработчики прям кайфовали, когда ее делали. Что они прям заморачивались, все прорабатывали, все уровни, все выглядит, ну, классненько. Мне прям нравится проходить, но как-то привычнее видеть все-таки более масштабные игры в виде игры года. То же самое относится к БаллатРа. Если покер просто станет игрой года, это будет максимально странно. Final Fantasy VII Rebirth это вообще в куром на смех, а последняя игра, я не уверен, что о ней вообще огромное количество людей слышало. Я первый раз вижу. Не знаю, что это за игра. Короче, конечно, хотелось бы, чтобы Black Miss Wukong взял награду, но понятное дело, что скорее всего возьмет Elden Ring, потому что для западной аудитории, как будто другие президенты не очень подходят. Но в любом случае, пока не дождемся, не узнаем. Ну и дальше новости тоже из резряда, пока не дождемся, не узнаем. Но вроде как инсидеры говорят, что Valve разрабатывает Steam Controller 2 и новые VR контроллеры. Бренд Линч сообщил, что они уже готовят прям массовое производство второй версии Steam контроллера под кодовым названием IBEX. И как бы компания ранее официально выражала заинтересованность в создании наследника оригинального контроллера. И тут можно только порадоваться, потому что вот эти первые Steam машины вот с этим вот первым контроллером не сыскали популярности и, соответственно, так скажем, базы, с которой можно было собирать отзывы, и было не так много. Но теперь-то у них есть Steam Deck, на фоне которого они могут собирать огромное количество данных и, соответственно, могут сделать полноценный контроллер, который понравится большему количеству людей. Да и на самом деле они уже там лицензируют Хориевский геймпад, который я капецко хочу раздобыть. Я уже написал в Хори, типа, дайте мне такой геймпад, как он только появится в России, они вроде как согласились. Так что 100% будем его тестировать, посмотрим, что он на себя представляет, но только когда он официально появится в России. Ну или может быть его где-то из-за границы можно будет пораньше привезти, не знаю. Но выглядит это уже максимально круто, хоть и от сторонней компании. А когда самостоятельно Valve начнут делать какие-то такие же примерно контроллеры, это, наверное, будет вообще отрыв башки. Так что 100% ждем. Ну а по поводу VR-контроллеров, говорят, что особенность их будет в том, что помимо VR-функции, они получат полноценный набор кнопок, депады, бамперы, кнопки ABX, Y, что позволит использовать их как традиционные геймпады. Типа купил себе VR-шлем вот с таким контроллером и помимо этого его просто типа к компу подключаешь, чтобы поиграть. Ну, звучит в принципе нормально, но и не уверен, что огромному количеству людей это надо, потому что VR не пользуется такой огромной популярностью. Хотя мой ролик про VR-очки просто улетел куда-то в космос по просмотрам. При условии, что на старте это был максимально провальный ролик, его недели две или три вообще никто не смотрел. А потом YouTube решил его запихивать видимо всем подряд и он просто набирает просмотры с дикой скоростью. Короче, что то, что то звучит как хайп, ждем в любом случае, будем смотреть, что из себя это будет представлять. Ну а на что уже можно глянуть, как оно будет примерно выглядеть, так это на GTA 6. В сети в очередной раз слили какие-то скриншоты каких-то очередных билдов. Понятное дело, что я большую часть картинок замажу, потому что ну нафиг, типа Rockstar за свои трейлеры-то банят ролики, а тут типа сливы публиковать, ну такое себе. Так что чисто вот для понимания какого плюс-минус уровня будет картинка, оставлю вам краешки этих скриншотов. С одной стороны, все выглядит максимально реалистично, но с другой стороны, на фотках явно присутствуют следы каких-то нейросетей. Может быть, конечно, эти фотки улучшали с помощью нейросетей, потому что они изначально были так себе качество, но на 100% утверждать фейк это или не фейк я не буду. Как мы знаем, раньше уже были утечки с надписями прям превью, прям со всякими буковками и тому подобное, но все это было сделано типа шутки ради. Может быть, тут та же самая ситуация, фиг его знает. На самом главном скриншоте модель Люси подозрительно напоминает модели, созданные ИИ для Ютуб, плюс вывески написаны непонятным шерифтом, который обычно коверкает как раз-таки ИИ. Кадр с автомобилем тоже вызывает вопросы, потому что угол обзора слишком узкий для игры серии ГТА. Точно утверждать, что это утечка невозможно, но и в то же время фиг его знает. Да и мне кажется, с визуальной точки зрения будет тяжеловато играть в игру с таким обилием красок, с таким обилием отражений и так далее. Да, типа на рендерах это выглядит прикольно, но по факту, когда ты постоянно находишься в игре, у тебя просто глаза через некоторое время начнут вытекать. Да и вообще игра на этих скриншотах похожа на ГТА 5 с модами от Васяна. Короче, в любом случае остается только ждать. Ну а сейчас присядьте, тут у нас главная, главнейшая, главнючая новость недели и самый шок-контент, что источником является газета РУ. Раскрыта информация о неожиданной особенности Нинтендо Свич 2. Тех 4геймс Нинтендо Свич получит переключатель режимов производительности. Во-первых, шок-контент заключается в том, что это пишет газета РУ. Во-вторых, она ссылается на какой-то тех 4геймс. А в-третьих, Нинтендо Свич как бы подразумевает то, что имеется переключатель режимов. Он и называется Нинтендо Свич. То есть ты в портативе играешь с одной производительностью, вставляешь в док, у нее переключается производительность на помощнее. По-моему, это максимально логично. Нет, но тем не менее, нам преподносит это как революцию. Вскоре после того, как тот менеджер Нинтендо сообщил о наличии Свич 2 обратной совместимости с играми для консоли прошлого поколения, появилась новая информация. Например, по данным издания Tech4Games, в новом устройстве Нинтендо может появиться переключатель режимов производительности. По слухам, новая функция в Нинтендо Свич 2 позволит пользователям выбирать между, по меньшей мере, двумя режимами производительности. В одном из них приоритет будет отдан качеству генерации изображения, а во втором времени работы от аккумулятора. Ну и как мы можем с вами понять из этого текста, в Нинтендо Свич 2 предполагается, что будет переключение производительности прямо в портативном режиме. Типа, хочешь поиграть с лучшей графикой, бац, какой-то тумблер включил, может быть софтовый, и у тебя картинка получше, но при этом батарея садится побыстрее. Бац, переключил, и побольше экономишь батареи, но при этом картинка похуже. Звучит это как бы максимально хайпово, но Sony уже собрали статистику, что выбирают люди. Да, побольше кадров себе навалить. Ну и соответственно, скорее всего, в Нинтендо Свич 2 будет логичнее делать один режим, где побольше кадров. Да и тем более, как мы знаем по предыдущим утечкам, слухам и так далее, Нинтендо типа отказались сотрудничать с AMD, потому что те не смогли вписаться в пакет TDP, который нужен Нинтендо. Они хотели там, ну прям максимально низкий TDP, в районе там 5, 7, 8 ватт, что-то такое. Ну короче, прям какие-то супер крохи по TDP относительно текущих портативных консолей, ну ПК консолей. Так что в любом случае, даже при максимальном потреблении в портативном режиме, Нинтендо Свич 2 должен жить, ну достаточно долго. Да я думаю, что даже в самых требовательных играх, при самом высоком потреблении, это будет в районе 2, а то и больше часов. И зачем вот эти вот все переключения, вообще непонятно. Только больше заморочек для пользователей, которые хотят получить максимально простой опыт взаимодействия с устройством. Но тут в статье TDP утверждается, что эта информация была раскрыта инсейдером Нэшем Уидлом, который ссылается на разработчика, имеющего доступ к деф-киту Нинтендо Свич 2. По его словам, Нинтендо стремится упростить выбор графических режимов в играх для пользователя, и соответственно выбор режимов будет переключаться в настройках системы, а не в настройках игр. И это какой-то двойной сюр, условно говоря, я поиграл в Call of Duty на максимальной мощности, а потом решил поиграть в какой-нибудь Баллатра, и мне что, идти в настройки самой консоли и менять там режим производительности? Ну, бред же какой-то, типа, если настолько надо заморачиваться, так проще Steam Deck, наверное, купить, ну или дождаться Steam Deck 2, это уже какие-то костыли получаются. От Нинтендо Свич ты хочешь максимально простого, удобного решения, и я думаю, что японцы не пойдут на такие какие-то невероятные костыли. Ну и давайте, наконец-то, к скидкам на Нинтендо Свич. Дождались, началась черная пятница и в США, и в Польше, так что экономить можно прям жесточайше. Если что, ссылочка на мои магазины по продаже кодов оплаты для пополнения баланса eShop в описании, но там, кстати, коды еще и для PlayStation и для Steam, так вот, переходим к делу. И тут у нас просто невероятная вкуснятина, наконец-то можно по адекватной цене взять Принца Персии, если кто-то давно хотел. Помимо этого, вот прям новый Соник сразу вам со скидкой 40% это что вообще за кошмар. Red Dead Redemption тоже самая большая скидка за все время, исправленный вроде как не 100% GTA-шки со скидкой 50% за 30$ можно прикупить. Также, помимо этого, скидка на Зельду, Tears of the Kingdom 28% за 50$ игра продается. И тут еще огромное количество игр, ну давайте самая большая скидка, вот например, на Dark Souls, типа 19$ игра стоит. И еще самая большая скидка на Diablo 3, тоже меньше 20$, самая большая скидка на Deluxe версию Hogwarts Legacy, ну за 21$ это вообще грех не взять. Короче, идите в eShop, смотрите, скидки просто какой-то кошмар, тут все отдают за бесценок. В Польше примерно та же ситуация, только тут люди больше ждали, конечно, GTA-шки, Принца Персии, Диско Элизиум. И также тут на Tears of the Kingdom чуть больше скидка, 30% вместо 28$, больше скидка на Red Dead Redemption, еще на Байонету есть скидка, еще на первые две части Байонеты. Короче, тоже невероятный кайфец, дофигища всего классного. Нина Куни 2, 84% скидка, там еще и русский перевод есть, за 40 злотых можно взять, это вообще отвал башки, реально. Ну прям какой-то кайфец происходит у нас в eShop, много всего классного распродают, так что можно смело очень много себе всего затаривать. Напоминаю, что ссылочка на мой магазин по продаже кодов оплаты в описании, про лайки и подписки не забывайте, в том числе на ВКонтакте, где дублируется весь контент, ссылка тоже в описании. Ну а сейчас на экране самые классные люди, которые поддерживают меня на бусте больше чем на 750 рублей в месяц, огромное вам спасибо за столь щедрую поддержку, это крайне сильно мотивирует меня снимать видосы. Ну а на этом у меня все, всем огромное спасибо, всем удачи и пока.